Добрый вечер! В единственный раз, а именно по истечении года по выходу из Египта, второй год от исхода из Египта, в месяце Ниссан, 14 числа, еврейский народ принес пасхальную жертву. В дальнейшем эти жертвы не приносились, и все время пребывания в пустыне. И только когда еврейский народ перешел через реку Ярден и вошел в пределы Святой Земли, вот только тогда был принесен следующий, уже третий по счету Песах, если в первый раз пасхальное жертвопношение было в Египте перед исходом, второй раз в пустыне ровно через год, и третий раз через 40 лет уже в Эр-Цисре. И вот мы остановились как раз на этих самых событиях, когда была дана заповедь принести Песах в пустыне. И вот здесь мы и начнем, начиная с шестого стиха. «Но были люди, которые были нечисты от мертвого человека и не могли принести пасхальную жертву в тот день». Для того, чтобы участвовать в пасхальном жертвоприношении, и самая важная вещь, есть мясо пасхальной жертвы, человек должен быть в состоянии тагара. То есть абсолютно, переводят это на русский язык, ритуально чистым, хотя ритуал здесь ни при чем. Все имеется в виду для того, чтобы обозначить, что речь не идет о физической грязи и нечистоте. Имеется в виду категории духовного порядка. Так то, что называется тамы. Если это тума-акала, то есть легкий случай такого осквернения, то от него легко избавиться, потому что он к исходу дня, это состояние тума, нечистота завершается. Нужно только погрузиться в воду миг, и человек готов участвовать в пасхальном жертвоприношении, которое приносится и съедается после наступления ночи. Но вот проблема с людьми, которые нечисты от мертвого человека. Тума-ат-нет – это нечистота, она продолжается семь дней. И никакие ускоренные способы не могут ничего здесь сдвинуть с места. Меньше семи дней процесс очищения от тума-ат-мет не может продлиться. Ну и если получается так, что приходит Песах, то человек не может принести. Оговоримся, что закон гласит, что в случае, если большая часть народа, то есть большинство народа, оказываются в состоянии тума-ат-мет, как это может быть, не знаю. Вдруг была какая-нибудь кровавая битва, в которой всем пришлось взяться за оружие, и в результате большая часть людей оказались в соприкосновении с трупами. В такой ситуации есть Аллаха, закон, который говорит «тума-тхуя-бецебур». То есть там, где состояние тума касается всего общества, а что значит «всего» – рубок и хуло, то есть большинство определяет статус всего общества. Если большинство общества находится в состоянии тума, то Песах приносится и съедается в таком состоянии. То же самое, если даже, может быть, весь народ-то чистый, но куаним, те, которые должны непосредственно заниматься принесением жертвы, если они тмеим, если они нечисты в результате соприкосновения с трупом, то и тогда пасхальная жертва приносится. Но то, что было в пустыне, было не так. Весь народ в целом вполне пригоден к участию пасхальным жертвоприношений. Но есть некоторые люди, отдельные, которые были нечисты от мертвого человека и не смогли принести пасхальную жертву в тот день. И в тот же день они предстали перед мужей Аароном. И сказали ему те люди. Немного странно. Если они предстали перед мужей Аароном, надо было бы продолжить, и сказали им те люди. Раши здесь поясняет, что они пришли в Бейтамидраж. Когда они искали, понятно, что они должны были обратиться к Муше, а не к Аарону. Муше тот, кто обучал закону весь народ. Закон, который был дан Всевышним ему, и через него весь еврейский народ узнавал эти законы. Понятно, что с вопросами, относящимися к законам, нужно было идти к ним. Но поскольку Муше в это время был в Бейтамидраж, то есть в том месте, где учатся, и сидел он там рядом с Аароном, разбирали какой-то вопрос совместно, то они, придя туда, в Бейтамидраж, встали перед Муше и перед Аароном и задали свой вопрос. И нельзя предположить, предлагает Раши, а может быть, поймем это по-другому, что сначала они перед Муше и перед Аароном. Сначала пошли к Муше, а потом к Аарону. То есть, ну, пошли к Муше и спросили, как нам быть. Он сказал, не знаю, что он. Ну, если Муше не знает, тогда пойдем к Аарону. Это, говорит, раньше не может быть, это нонсенс, потому что, если уж Муше не знает, как быть в такой ситуации, то откуда же знать Аарон? И все, что знал Аарон, это только то, что Муше ему передал. Итак, они предстают, входят в Бейтамидраж, там сидят Муше и Аарон, очевидно, там есть еще ученики, и задают вопрос. «И сказали Ему те люди, мы не чисты от мертвого человека. За что же мы будем лишены возможности принести жертву Богу в назначенное время среди всех сынов Израиля?» На первый взгляд вопрос кажется странным. Ну, что же делать? Если невозможно, значит невозможно. Поскольку в ЭТМИ нельзя же здесь разжалобиться и сказать, ну ладно, давайте уж, ведь их никто не исключал в административном порядке. Это объективная реальность. И если человек там и... И если человек в результате контакта с умершим стал непригодным для принесения жертвы, значит он непригоден, значит он не принесет жертву, что можно сделать. Правда, мы уже слышим в самой их фразе, что им больше всего болит. Как обычно бывает в такой ситуации, за что же мы будем лишены возможности принести жертву Богу в назначенное в нее время среди сынов Израиля? Все приносят, а мы нет. Мы разве хуже других? Разве мы сделали какое-нибудь преступление, что нас исключили? Почему мы нет? Неужели же нет для нас никакого решения? И сказал им Муше, постойте, я услышу, что повредит вам Бог. Для того, чтобы больше войти в логику здесь этого рассуждения и понять, чего они все-таки хотели. Ведь снова, казалось бы, на первый взгляд, ну хорошо, им очень неприятно, что все остальные приносят, а я нет. А я что? А я что хуже всех? Ну ты не хуже всех, ты в этом не виноват. Ну, так получается. Чего же они хотят? Раши здесь комментируют так. Когда они спросили, а что же, за что же мы будем лишены этой возможности участвовать вместе со всем народом в пасхальном жертвопоношении, я уже ответил им, ну, жертвы не приносят в состоянии нечистоты, что я могу сделать? Если бы весь народ был бы нечист, то вы бы со всем народом вместе приносили бы жертву. Но сейчас это не так, весь народ чист, весь народ приносит жертву, а вы как, нечистые, нет? Сказали ему, у нас есть идея, пусть, значит, вот в тот момент, когда мы решили, вот это вот наша жертва, мы ее передаем, куаним, куаним чистый, они могут зарезать эту жертву, они могут окропить ее кровью, как и полагается, жертвенник, имея в виду нас. И только чистые будут есть мясо, значит, только чистые будут есть мясо, но ведь мясо должны есть те, кто являются хозяевами вот этого жертвопоношения. Некоторые объясняют, что имеется здесь в виду, что у них была критическая ситуация, а именно, что они должны были, что они должны были очиститься вот-вот, то есть если бы они, если бы принесли на них жертву сейчас, когда они еще не чисты, а они бы закончили свой процесс очищения, к вечеру, то есть не просто у них много дней впереди, а вот сейчас кончается последний седьмой день. И вот тогда бы, может быть, они уже, будучи очищенными, смогли бы есть пасхальную жертву. Вот здесь, может, я призадумался, потому что это немного непростой вопрос, как приносить жертву и кропить жертвенник кровью на человека, который не годен к жертвопоношению. Он сейчас, потом он будет, но сейчас он не годен. Можно ли такое допустить? И тогда он им сказал, погодите, это фантастическая вещь. Когда человек не разбирается в каком-то вопросе, некомпетентен, он говорит людям, подождите, я позвоню своему учителю, с ним посоветуюсь, спрошу его, мой раб мне скажет, как мне быть. Понятно. Но здесь мужик говорит, им подождите, послушайте, что Всевышний скажет. Иражи здесь пропускает такой возглас удивления. Счастлив, смертный, который может говорить с Ишхиной во всякое время, когда пожелает. И в действительности наши мудрецы поясняют, об этом, этот вопрос подробно разбирается в конце недельного раздела Баалутха, что все пророки, люди, которые в состоянии были контактировать со Всевышним. Но всегда этот контакт приходил свыше. Они не могли по своей инициативе контактировать с Всевышним. Они лишь могли воспринимать его обращение к ним, его раскрытие, его откровение к ним. Он с ними контактировал, точнее, напрямую, а не они с ним. Мужей исключение. Человек, который может по своей инициативе выходить на контакт со Всевышним. И он совершенно уверен, подождите, посмотрим, что Всевышний вам скажет. Подождите, ответ будет. Вопрос. Почему Мужей не знал ответа на этот вопрос? Речь не идет здесь о том, что он, может быть, знал и забыл. Он не знал ответа на этот вопрос. А ответ, как мы читаем в дальнейшем, был им дан. А почему ему не дан был этот закон до сих пор? Это закон Торы или нет? Если это закон Торы, то он должен был быть дан вместе со всеми остальными законами. На горе Синай или потом в соборном шатре. Если этого закона не было в Торе, то как понять происхождящее? А что под напором этих людей был принят новый закон? Это же не парламент, в который, если какой-нибудь лобби нажимает на принятие закона, то постепенно, постепенно, в конечном итоге этот закон принимается. Речь идет здесь о законе Торы. О законе Торы, который является зерном и прообразом всего мира, то, что книжи ничего нельзя ни убавить, ни прибавить. Как вообще все это понять? Раши поднимает этот вопрос, по крайней мере частично, пишет так. Этот раздел, как и все другие разделы Торы, должен был быть произнесен Мушель. Конечно же, это часть Торы, это закон Торы, это нет никакого сомнения. И все законы Торы, что становится законом Торы в тот момент, когда Всевышний передал какой-то закон Мушель, а он озвучил его народу Израиля с этого момента, становится законом Торы. Устный Тор. Затем будет зафиксировано и в письменной Торе тоже. Но прежде всего вот этот вот процесс. Всевышний открывается Мушель, говорит ему заповедь, заповедь Мушель обучает ей сначала Аарона, потом его сыновей, потом 70 старейшин, потом весь Израиль. Вот таким образом этот закон становится заповедью Торы. И этот раздел тоже должен, он такой же, он был в плане. И Мушель должен был его, но этого не произошло. Он пришел не через Мушель, он пришел как ответ на запрос, на вопрос, который задали люди, которые не хотели измириться с тем, что они пропустят возможность участвовать в пасхальном хритопоношении. Почему так вышло? Витраши, хотя этот раздел должен был быть произнесен Мушель, однако эти люди заслужили того, что он был произнесен при их посредствии. Ибо достойное дело осуществляется при посредствии достойного. Мы говорим, клин зхуд алидей закай. То есть, если в мир должно прийти что-то хорошее, то это хорошее приходит в мир через посредства хороших людей. И здесь это были хорошие достойные люди, которые заслужили того, что эта заповедь будет сказана в ответ на их просьбу, в ответ на их вопрос. А необычным порядком от Всевышнего к Муше и дальше. Кто были эти люди? Чем они заслужили? Раша не говорит. Хорошие люди, но чем они заслужили? Дополнительный вопрос, который комментаторы задают, довольно странно наличие людей, которые оказываются тмеем, которые оказываются нечистыми в результате контакта с мертвым телом, ведь идея тогда за это время в Синайской пустыне, если сравнивать переписи населения, то за это время никто там не умирал. Три ответа есть на этот вопрос. Первый таков. Это были люди, которые несли гроб с останками Йосефа. Он завещал, когда вы будете уходить из Египта, то возьмите мои кости отсюда из Египта, вынесите вместе с вами, и мы знаем в действительности еврейский народ. Сделал, выполнил его завещание, взял с собой перед исходом, перед уходом из Египта взял кости Йосефа, и в дальнейшем они были привнесены в Эрес-Исраиль похоронены в Шкеме, там, где ему и было обещано. Второй ответ. Речь идет о двух людях, которые погибли во время освящения храма. Это были сыны Аарона, Надав и Авиум. Они неправильно себя повели при освящении храма, внесли чуждый огонь, о котором было незаповедано, и погибли в самый-самый торжественный момент. И тогда Всевышний сказал их братьям, Мишаэлю и Литсофану. Возьмите тела ваших братьев и вынесите их из соборного шатра. Стало быть, они, вынося трупы своих братьев, они пришли в контакт с мертвым телом, они были тми. Стало быть, эти люди, хотя они здесь не названы по имени, просто были люди, некоторые люди, а кто эти люди, конкретно получается, что это Мишаэль и Мишаэль. Ну и наконец, третий ответ, что хотя по переписи мы не видим изменения в численности еврейского народа, но не исключено, что все-таки это не результат того, что никто не умирал, были, может быть, мертвые, то, что называется Мет Митсва. Мет Митсва это ситуация, в которой есть умерший человек, но похоронить его некому. Стало быть, эти люди, которые хоронили умершего человека, у которого не было родственников, которые могли бы его похоронить, и вот о них здесь идет речь. Мы прежде всего, понятно, что во всех трех, все три объяснения речь идет о людях, которые сами не виноваты в том, что они оказались нечистыми, более того, не просто не виноваты, а они стали нечистыми в результате исполнения заповедей, наоборот, почетных обязанностей. Это первое. Второе, это действительно люди достойные, и они заслужили того, как говорит Раши, что вот этот раздел должен быть сказан через них. Как понять правильно эти слова Раши? они заслужили, это хорошо, но ведь только то, что есть люди, которые заслуживают чего-то хорошего, еще не означает, что должен нарушиться обычный порядок дарования Торы, который всегда и везде, во всех остальных заповедях постоянный. Всевышний открывается Муше, говорит Муже заповедь, а Муше уже озвучивать ее народу. Почему здесь он изменился? Почему этот закон не был сказан раньше? И еще раз заострим этот вопрос, потому что в Раши не ясен до конца ответ на этот вопрос. Это вопрос, который уже был, как вся остальная Тора, которая пришествует миру, он уже существовал, только не был передан Муше, Муше его не знал. Или это закон, который сейчас вышел именно вследствие вот этого конкретного прецедента? На самом деле в Торе есть еще одно место, ближе к концу книги Бамидбар, довольно похожее на то место, которое мы обсуждаем сейчас. О чем там идет речь? После проведения очередной переписи населения, которая была проведена с целью провести в дальнейшем точную жеребьевку, с помощью которой будут разделены участки земли в Ир-Сесрае. То есть это последнее приготовление перед маршем, перед тем, как еврейский народ покидает навсегда Синайскую пустыню и направляется в Ир-Сесрае. Перед этим нужно знать сколько народу, сколько семейству, насколько наделов нужно будет делить всю землю, и для этого происходит перепись населения для дальнейшей жеребьевки. И вот тогда и было озвучено, что должна быть перепись по отчим домам, поскольку землей будут наделены те, кто вышли из Египта. То есть во главе каждой семьи тот, кто вышел из Египта, он и является получателем надела он и его наследники. Что будет, если он уже умер в Синайской пустыне, как это было со многими, значит, его наследники, его сыновья получают тот самый надел, который он должен был получить. И вот там сказано так. И подошли дочери Славхада, и предстали они перед Муше, и перед Алязаром священником, в этом внимание, какая параллель, и здесь тоже, как сказано, у нас сказано, пришли люди, которые не могли принести пасхальную жертву, и предстали они перед Муше, и перед Аароном, здесь и предстали они перед Муше, и перед Элязаром священником. Прошло 38 лет между этими двумя событиями, Аарон уже умер к этому времени, и первосвященником стал его сын Элязар. Но снова они приходят вдвоем, и снова куда они приходят, они приходят в Бейт-Медраж, где сидит Муше, и Элязар, и обращаются к Муше. И перед вождями, и перед всей общиной входа в шатер собрания говорят, наш отец умер в пустыне, и он не был в общине собравшихся против Бога, в общине Короха, но он умер за свой грех, и у него не было сыновей. Почему же имя нашего отца будет исключено из-за того, что у него нет сына? Кто получает на дело в Росисраэль? Те, кто вышли из Египта, в данном случае Славхат, но Славхат к тому времени уже умер, ну хорошо его наследники, а в Туре до сих пор сказано только о том, что наследуют сыновья, дочери не наследуют. Сыновья наследуют имущество, они кормят дочерей и выдают их замуж, такое в порядок. Но как бы здесь, когда нет сыновей, что получится, что имя Славхата и его семейство стирается, поскольку это семейство не получит на дело в Росисраэль. Дай нам удел среди братьев нашего отца. То есть, иными словами, пусть мы, дочери, будем вместо наследников сыновей, пусть мы будем наследниками вместо сыновей, которых нет. Мушеев ничего не отвечает и представил Мушеев дело перед Богом. И снова непонятно, а почему он им не ответил? Он не знал этого закона? А почему он его не знал? И Бог сказал Муше так, верно говорят дочери Славхата, дай им наследный надел среди их братьев отца и переведи им надел их отца. И сынам Израиля объяви так, если кто-нибудь умрет, а у него нет сына, то переведите его надел его дочери. Есть порядок наследования. Сначала наследуют самые близкие, родственники, понятно, а потом все остальные по списку. Так и сделайте. Есть сын, сын наследует. Нет сына, дочь наследует. Нет дочерей, поехали дальше. Братья, сестры, внуки, и так далее. И Раши там поясняет, задавая вопрос, почему Мушей не ответил на вопрос дочерей Славхада. Говорит, Раши этот закон о праве дочерей на наследование при отсутствии сыновей не был известен Мушей. Почему же он не был известен Мушей? Этим он был наказан за то, что проявил самоуверенность. Говоря, дело, которое слишком трудно для вас, это вы представляете ко мне. Речь идет о том, как Мушей по совету своего тестя Итро провел назначение судей, собрал всех судей и объявил, чтобы со всеми тяжбыми и судебными вопросами обращались к ним, но напутствуя их, давая им ряд напутствий, он им сказал, всякое дело судите вы, а вот если будет трудное дело, дела, которые будут трудные, а это вы присылаете уже ко мне. То есть вы занимаетесь простыми вопросами, а вопросы сложные не для вас. Это приносите ко мне. Это было, естественно, нормально и понятно, что так должно быть. Но вместе с тем есть в этом некоторый момент возвышения, по крайней мере внешне это выглядит как возвышение на фоне других. Вы занимаетесь простыми делами, а сложно это уже не надо. Это приносите ко мне этим язвом. И поскольку это выглядело не очень красиво, в уши пришлось пережить вот такой очень неприятный момент, когда ему задали вопрос, а он не знал, как ответить. Тот, который говорит о трудные вопросы, приносите ко мне, вот пришел вопрос, в общем-то не такой трудный, а он не знает, как его решить. Этот закон скрылся из сознания мыши. И дальше слова верно, can not love hard do rot, мы переводим верно. Слово can это не совсем это слово более точно переводится как так. Так говорят. Так говорят дочери Славхада. И Раши объясняет, что означает так. Именно так записан этот закон передо мной. То есть, закон этот есть тоже. Он не возник сейчас под давлением женского лобби феминистских организаций. Он есть, он существует. наказание за неосторожную фразу, которая нехорошо звучала. Но закон это таков. Как они говорят, так закон у меня и записан. В нашем отрывке ничего подобного нет. В нашем отрывке, во-первых, Раши не говорит, что это было наказание ему, что он не знал ответа на вопрос, как быть людям, которые оказываются нечистыми в день пасхального жертвопоношения. Вроде как, само собой, разумеется. Не знал, не знал, ну и что? Нет и вот этой фразы Всевышнего кен бнеадам. То есть, да, верно, вот правильно, так они и говорят, так этот закон и записан, вот нужно сделать так, как они говорят, это тоже отсутствие. Почему? Ситуации вроде бы, на первый взгляд, похожие, вместе с тем есть различия. А именно, то, что заставило Раши, точнее, еще до Раши, мудрецов, в кришнем итоге, Раши, во всей этой истории из Дочермица Лавхада только цитирует слова мудрецов в Талмуде, вот то, что толкнуло их на вопрос, натолкнуло их на вопрос, а почему же муж и не знал, это то, что ситуация действительно была постыдная, ибо вопрос не был сверхсложный, это был вопрос, который вполне, вполне решим на уровне здравого смысла, ведь народы мира не удостоившиеся закона Туры. У них есть законы о наследстве? да, да, есть. Ну, если мы спросим какого-то юриста из древнего мира, который судит по кодексу Хамурапи, или юристов, которые знакомы с римским правом, и спросим, а вот как быть, когда означенный наследник, его нет? как быть, если сына нет, сын не родился, или сын умер, а есть дочь? Сказать просто, в таком случае дочь наследует, а что? Это несложный вопрос. То есть, человеческий разум вполне, вполне толкает человека к его разрешениям, и на этот вопрос мужчина не смог ответить. Это была очень неудобная ситуация. Конфуз. Поэтому Раши спрашивает, а как так получилось, что он уже не знает? И отвечает, конечно, он уже должен был бы это знать. Совсем не так уж трудно было дать ответ на этот вопрос, но Всевышний сделал так, это было наказание. Этот закон скрылся буквально от него. Но закон этот есть, и он очевиден. И поэтому продолжается «кен бноц ул хадо в рот», так они говорят, так действительно этот закон и сформулируем в Торе, только через них мы его и сейчас впервые озвучим. Что касается второго Песаха, то здесь совсем не так. Никакой здравый смысл, ни на какое решение здесь не наталкивает, потому что это вопросы совершенно лежащие, это откровение, вопросы, лежащие за пределами обычной логики здравого смысла. Ведь законы, которые определяют отношения между людьми, в частности, наследство, в их основе – это разум. То есть разумные, как это называют некоторые авторитеты начала XX века, мишпетейбны адам, это прежде всего человеческие, это законы между людьми и законы человеческие, то есть те, которые человеческий разум понимает, и те, которые человеческий разум вполне может логично обосновать и постановить. Только Тора в тот момент, когда есть такой закон, Тора на него уже накладывает авторитет своей заповеди, и это становится божественной заповедью. Но это только после того, как этот закон вполне врисовывается и входит в сферу мишпетейбны адам, то есть законов вполне человечески понятных и человечески логичных, по-человечески логичных. Что касается законов Песуша, здесь никаких человеческих законов нет, здесь все это только откровение свыше. Здесь нет этих двух стадий. Сначала закон человеческий, а потом на него уже накладывается заповедь Тора и с его божественным авторитетом. Здесь это все свыше. Поэтому то, что Мушей не знает, как здесь быть, это никоим образом его не компрометирует, это ничего последнего в этом нету, и поэтому Раши здесь не ищет какого-нибудь прегрешения, наказания или еще какой-нибудь сверхъестественной причины того, что он этого закона не знает. Мы задали еще один вопрос. Он не знает, потому что закон этот есть, но только он его не знает, он ему не был сообщен, тогда у нас вопрос, а почему тогда не был сообщен? Или, может быть, этот закон раньше и не был, может быть, он сейчас изменился? Но если он изменился, может же быть, что из-за давления этих людей, которые чувствуют себя обездоленными, и, наверное, несправедливо это так, потому что, ну что же делать, это объективные обстоятельства, не из-за их же давления возобновляется и изменяется закон ТОР. Шабмейр Симха из Двинска в комментарии в своем к ТОРе Меши Хохма говорит, что закон действительно изменился, но не в результате давления. Корни этого более глубокие. Прежде всего, прочитаем, говорим, закон, 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 а какого-то закон мы-то еще не прочитали. И сказал Бог мужа так, говори, сынам Израиля, так, каждый, кто будет нечист из-за умершего, вот этот случай, этот кейс, который пришел сейчас, прецедент, но закон расширяет, или будет в дальнем пути из вас, или из ваших потомков, должен принести пасхальную жертву Богу во второй месяц, в четырнадцатый день сумерки, пусть принесет ее. Ровно через месяц после того, как весь народ, весь народ приносит жертву 14-го числа первого месяца, в месяце Ниссан, а тот, кто оказался нечист, либо он в дальнем пути и не может прийти в Иерусалимский храм ко времени принесения пасхальной жертвы, он пусть принесет ее ровно через месяц 14-го ияра, и пусть едят ее с мацой с горькими травами, с мацой и с марором, точно так же, как едят мясо пасхальной жертвы в первый седр, также следует его есть и во второй седр. Пусть не оставляют недоеденное от нее до утра и не ломают ее костей, пусть ее приносят по всем законам пасхальной жертвы. А если человек чист и не был к дороге, и он воздержался от принесения пасхальной жертвы, то есть он просто сделал это сознательно, бемезит, как это называется валахе, наплевал, то его душа будет отторгнута от народа, тоже называется карет, отсечение, ибо он не принес вовремя жертву Богу. Тот человек понесет свой грех, если у вас будет жить, здесь остановимся. Итак, вот этот закон, по которому получилась следующая картина, что если весь народ, имеется ввиду весь или большинство, был в состоянии нечистоты на день принесения пасхальной жертвы, то эта жертва приносится так, как есть, в нечистом состоянии. Но если весь народ или большинство, достаточно большинство чисты и пригодны принесению пасхальной жертвы, и только меньшинство условной единицы непригодны, то они отодвигаются на второй пецах. Они сейчас не могут принести жертву, они ее принесут через год. Гридрид Мейер Симхе в начале закон был не так, он изменился в результате греха золотого тенца. Что это за изменение? Как объясняют более древние комментаторы, Робио Вадисфорну и другие, в принципе идея вот такого узколокализованного святилища, некоторого места священного, которое называют храм, святилище и так далее, этой идеи до золотого тенца не было. На уровне дарования Торы было сказано в любом месте «Где упомянешь мое имя, я приду и благословлю тебя». Что такое храм? Что такое святилище? Это место ашраат ашхина, место как бы присутствия Всевышнего, то есть место, в котором человек находится в контакте с Богом. Пусть не такой прямой контакт, как у пророка, но вместе с тем контакт. Чем любой человек в любом месте, где он оказался, а там он не контактирует, там он не в контакте со Всевышним. Контакт со Всевышним в храме. Шхина в храме. Чем отличается храм от отдельно взятого человека только из-за того, что он оказывается в определенном месте? Во время в Синайской пустыни нет еще этого определенного места, это переносной храм, как в любом месте, где евреи ставят свои палатки и стоянка, то там ставят и храм. А разница что? Мигдаш, святилище, это место, в котором присутствует весь народ. Это место общественных жертвопоношений. И там контакт Всевышнего с народом Израиля. Народ Израиля это его визави. отдельно взятый человек до греха золотого тельца и отдельно взятый человек тоже был достоин контакта со всеми человеком. Поэтому не было тогда проблемы вот этого разделения аллахического на народ и отдельно взятого человека. У нас сегодня есть, по закону, который есть у нас сегодня, если весь народ нечист, тогда он приносит жертву в нечистоте, а если весь народ чист, и только отдельные люди нечисты, то весь народ приносит как и надо, а те, которые сейчас нечисты, им приходится отодвигаться, они не могут принести жертву. Но тогда закон в том виде, в котором он был до золотого тельца означал, что и каждый отдельно взятый человек, он не меньше, чем весь народ Израиля по своей ценности и по способности быть в контакте с Творцом мира, и поэтому каждый мог приносить пасхальную жертву, даже будучи в состоянии нечистых, даже осквернившись контактом с трупом. Но вот эта высота была потеряна в результате греха золотого тельца. Падение было катастрофическим. И отныне вот эта способность воспринимать контакт со всевышним, ашрата шхина, вот эта вот близость, это только в определенном месте, и место, которое прежде всего является местом общественных жертвоприношений, где шхина, где присутствие всевышнего, контакт с ним является результатом собрания всего народа. Вот в этот момент у отдельно взятых людей получился новый статус в законе. и если кто-то из них, если отдельно взятые люди, нечистые, если они осквернились прикосновением к трупу, то они не могут участвовать уже в общественном жертвоприношении, они не могут участвовать в принесении Песар. Вот здесь встал вопрос, а как быть? Поэтому муж, я ничего не мог сказать, поскольку закон-то сейчас, и он понимал, что закон сейчас вполне может измениться, поэтому все, что осталось, только обратиться к Всевышнему. И тогда он сказал, что же теперь говорит этот закон, что не только тот, кто находится в состоянии духовной нечистоты, но и тот, кто в дальнем пути в день Песаха он отодвигается на второй Песах, на 14 январь. Что означает дальняя дорога? Нужно быть в Гонолулу или на Булярских островах? Не нужно. Дальняя дорога имеется в виду всего лишь радиус в 15 миль от храма в Иерусалиме. То есть это время, за которое нормальный человек пешком мог прийти в Иерусалим до окончания времени жертвопоношения. Время жертвопоношения достаточно ограничено. Оно начинается это 14 числа месяца Ниссан, после полудня, после принесения ежедневных жертвопоношений начинается время до вечера, когда приносят пасхальную жертву. И вот за это время, если на время принесения жертвы человек оказался за пределами этого 15-мильного радиуса, то он свободен от принесения пасхальной жертвы в этот день. он отодвигается на второй пасхар. Причем несмотря на то, что если бы у него было бы даже способности, был бы у него самолет или самокат или еще какие-нибудь приспособления, при помощи которых он мог быстро добраться до храма, вместе с тем он это не обязывает его, то есть это деление абсолютное. Все те, которые находятся в радиусе на момент начала жертвоприношения, они находятся в радиусе 15-ти миль, они все обязаны, абсолютно обязаны прийти в Иерусалим и принести эту жертву, и если они этого не делают, то их сделают наказание. Коррект. И если же человек находится за пределами 15-ти миль, то тогда он не обязан приходить в Иерусалим, и он отодвигается на второй пасхар. Нужно сказать, что в Талмуде обсуждается следующий вопрос. Каковы в тот момент, когда появился второй пасхар? Явление несколько странное. Есть праздник, есть будние дни, а тут есть праздник, есть второй праздник. Не получилось первый праздник, есть второй. Этот второй праздник, второй пасхар, 14-го числа месяца и Ява. В каких отношениях он стоит к первому пресоху? А именно, он равнозначный с ним праздник, или он просто возмещение для определенных людей, для тех, кто не смог выполнить свою обязанность принесения пасхальной шедфы в первом празднике? Это не просто теоретический вопрос, у него есть конкретные последствия, а именно, здесь мы читали, что если человек в первый Песах не принес по уважительной причине, он забыл, он не мог, он был в дальней дороге, он был нечист, то наказания у него нет, и он должен принести во второй Песах. А что будет, если во второй Песах он наплевал и не принес? если мы скажем, что второй Песах это отдельный самостоятельный праздник, отдельная обязанность, то тогда, поскольку он во второй раз умышленно, сознательно этого не сделал, то его сделает наказание. Но если мы скажем, что второй Песах это только возмещение за первый, тогда все решается первый, а в первый Песах с его стороны был либо форс-мажор, он был чист, в дальней дороге, забыл, а то, что во второй раз он не сделал этого сознательно, это уже его к наказанию не присуждает. Если же мы скажем, что оба праздника одинаковые, тогда второй праздник одинаковый, второй праздник это самостоятельный праздник, то тогда в таком случае за уклонение от принесения жертвы второй раз, тогда человек за это наказывается. Еще один, еще одно практическое последствие, вот какое, это ребенок, который вырос между двумя Песахами, он был несовершеннолетним в первый Песах, и предположим, через неделю после Песаха ему исполнилось, 13 лет, он стал совершеннолетним, он обязан отныне исполнять заповеди, приносить пасхальную жертву, когда он принесет пасхальную жертву, только на следующий год, вместе со всеми в первый Песах, или нет? Если мы скажем, что второй Песах это только возмещение первого, поскольку в первый Песах мальчик был еще маленьким, то и второй Песах он не обязан приносить жертву. Если мы скажем, что второй Песах это отдельный праздник, отдельная обязанность принесения жертвы, то сейчас, поскольку перед вторым Песахом ему исполнилось 13 лет, он обязан принести эту жертву. То же самое по поводу нееврея, который принял Геюр после Песаха первого и до второго. В первый Песах он был нееврей. Если второй Песах возмещение первого, то некого возмещать, поскольку он был неевреем. Но если второй Песах это отдельная обязанность, то тогда, поскольку он с тех пор стал евреем, то он обязан ее приносить. Рамба постановляет, что закон таков, что это два самостоятельных праздника, то есть второй Песах это самостоятельный праздник самостоятельный, так не сказать это не праздник, Это самостоятельная обязанность принесения жертвы, чтобы здесь никого не попутать. День – это будний, это не праздник, нет здесь запрета на работу как в праздник. И если уж на то пошло, то помянем и другие законы Второго Песоха. В чем его различие от Первого Песоха? Есть общие моменты. Прежде всего, должно быть жертвенное животное, жертва должна быть принесена в храме, и она должна быть съедена с мацой и с морором, с горькой зеленью. Но если Первый Песох приносится только после того, как уничтожено все квасное, весь хамец полностью уничтожен, и нельзя приносить жертвопоношение, если хотя бы у кого-нибудь из участвующих в нем дома есть хамец, то Второй Песох, хамец, может быть, дома, нет запрета на хамец вообще. Только само мясо пасхальной жертвы должно быть съедено с мацой, а не с хамецом. Есть еще одно различие, а именно, когда приносится Первый Песох, и его можно есть только в одном месте. И в то время, когда едят этот Песох, произносится халель. А что касается Второго Песоха, то там это не так. И нет обязанности читать халель во время того, как едят этот Песох, нет запрета выносить это мясо за пределы того дома, в котором его едят. И в общем и целом получается, что хотя это самостоятельная обязанность Второго Песоха, но вместе с тем она носит характер именно возможного по силе присоединения, возмещения того, что человек не мог участвовать в Первом Песохе. Где мы это видим? Есть такой закон, что Второй Песох осуществляется только тогда, когда народ, весь народ принес свои жертвы в Первый Песох. Но если по какой-то причине, почему-то так случилось, что в Первый Песох весь народ не принес пасхальную жертву, тогда, хотя он мог ее принести, тогда и те, которые были нечисты, во Второй Песох ее не приносят. Им некому присоединяться. То есть смысл Второго Песоха, он очевиден, поскольку пасхальная жертва и сопутствующий ей пасхальный седр – это основа веры народа Израиля. И об этом мы подробно говорили на предыдущем уроке. Сам пасхальный седр, сама пасхальная ночь, в центре которой стоит пасхальный жертвопоношение – это ежегодный ритуал передачи эстафеты, передачи факела от одного поколения к другому, когда старшее поколение рассказывает об исходе из Египта, о чудесах, которые там явились, и чудеса исхода из Египта являются основой веры в Бога. Такой процесс необходим для продолжения нашей традиции, для того, чтобы Тора переходила из поколения в поколение. Поэтому, если кто-то по независимым от него причинам не мог участвовать в пасхальном жертвопоношении, то это не значит, что он может пропустить год, это же настолько важно. Поэтому Тора здесь дает закон, по которому он тоже может устроить у себя такой мини-песах, второй пасхальный седр, в котором будет съедено мясо пасхальной жертвы, со всеми воспоминаниями, которые с ней связаны, со всеми ассоциациями с исходом из Египта, ибо это, безусловно, важнейшая основа. И закончим вот таким законом. В конце этого отрывка сказано так. «И если будет жить Гер, то есть прозелит тот, кто принял иудаизм, и он принесет пасхальную жертву, он должен принести ее по законам и установлениям. Один закон пусть будет для вас, для Гера и для жителя страны». Ну, один закон – это равноправие перед законом, все это очень здорово. Гер, хотя он не рожден евреем, принял иудаизм, он равноправен в своих правах. А, ну, здесь же речь идет не про права, здесь же речь идет про обязанности. То есть, что он, так же, как и еврей, обязан приносить жертвоприношение. А почему это нужно было вообще сказать? Если он принял иудаизм, стал евреем, естественно, он обязан. Что же нужно об этом говорить? Один из возможных ответов, он вот какой. Быть может, только те, чьи предки были в Египте, тот, кто сам был в Египте, или чьи предки были в Египте, они несут эту традицию. Они могут говорить о том, что нас вывел Бог. И мы могли бы подумать, что Гер, родители которого не были в Египте, он не обязан приносить пасхальную жертву. Поэтому Тора здесь и говорит, не-не-не, это не так. Хотя он там не был, он это обязан. Но Раши здесь приводит иной мотив. Почему мы могли бы, чтобы мы могли здесь неправильно подумать, что Торе нужно было здесь исправить. Говорит Раши так. Если будет у вас Гер, и он принесет пасхальную жертву, может быть, всякий Гер должен принести пасхальную жертву немедленно, то есть, как только пройдет Геюр, а не в установленную дату Песока вместе со всеми. Ведь если еврейский народ родился в ходе исхода из Египта, так говорят наши мудрецы, на что был похож исход из Египта, на роды, когда скотина, которая не может разразиться, и тогда пастух, действуя активно, протягивает руку к ее утробе и вытаскивает плод наружу. Это речь идет о сопротивлении египтян самому исходу. Но обратите внимание, что мудрецы говорят, когда они говорят о вмешательстве Всевышнего, о преодолении сопротивления, они пользуются здесь примером родов. То есть, еврейский народ родился на берегах Нила. К сожалению, декларация независимости государства Израиля начинается с совершенно лживой фразы о том, что еврейский народ возник в Эрес-Исраиле. Не в Эрес-Исраиле возник еврейский народ, он возник на берегах Нила в Египте. Там он родился при исходе из Египта. И вот это вот самое рождение еврейского народа, его повторяет Гер, когда он присоединяется к еврейскому народу. Он был неевреем и становится евреем. И если для еврейского народа процесс вот этого рождения, он сопутствовал, главная вещь при его рождении было принесение пасхальной жертвы, когда ударом ножа нужно было покончить с жертвой, убивается животное, убивается жизнь. Что это означает? Вся предыдущая жизнь, все, что мы были до сих пор, были рабами в Египте, были другими людьми, этой жизни конец. Мы рождаемся заново. У нас новое рождение сейчас. Мы становимся евреями. Стало быть, может быть, и Гер, который становится евреем, после того, как он принял иудаизм, после того, как он сделал обрезание, после того, как он погрузился в Мику, ну, сейчас ему самое первое, что и делать, сразу приносить пасхальную жертву, как мы все стали евреями, так и он. Нет, вот это не надо. У него должен быть такой же закон, как и у всех остальных. Все приносят, с тех пор, как мы вышли из Египта, все приносят это 14 числа месяца Ниссан, так и Гер тоже. Тора говорит, один закон пусть будет для вас, для Гера и для жителя страны. Значит, вот как следует это понимать. И если у вас будет, среди вас будет Гер, и придет время принести пасхальную жертву, вот тогда пусть он принесет ее со всеми остальными, с его ближними, с сынами Израиля, с теми, кто с ним близки по закону и по его жизни.